МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжает новости в студии Екатерина Сегеда. И вот главная тема, о которой мы расскажем в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Буквы из пенопласта или фигурная резка. Как соцконтракт помогает ставропольцам осуществлять мечты, смотрите в сюжете Кристины Бородюк. Ой, Лёш, что-то есть хочется. Значит, пойдем обедать и точка. А заодно и проверим. А что мы проверим? Смотрите в сюжете Виктории Шкальной и Алексея Форсикова. Как изменились культурные достопримечательности города Ставрополя, расскажет Анастасия Толстолуцкая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь подробнее об этих и других событиях. Уровень безработицы в регионе составляет меньше процента. Это ниже до коронавирусных значений, а количество свободных вакансий превышает число безработных. Обстановку на рынке труда обсудили в краевом правительстве. За последнюю неделю работу нашли 72 человека. Этому способствуют и вновь открывшиеся на Ставрополье обновленные рестораны сети быстрого питания. Помогает работодателям и краевой бюджет. За последние месяцы на обеспечение заработной платы выделили больше 54 миллионов рублей. Губернатор Владимир Владимиров также заострил внимание на том, что компенсацию могут получить работодатели, принимающие к себе молодые кадры без опыта. Еще одна мера поддержки – социальный контракт. Край помог ставропольским декораторам. Они необычно украшают фасады зданий пенопластом. Практичные детали не боятся ни дождя, ни холода. Как работать с пористым материалом, фигурной резки научилась Кристина Бородюк. Вот я нажала на кнопку, и он пошел резать. Я его даже не трогаю. На этом станке можно вырезать совершенно любые фигуры и символы. Нужно всего лишь рассчитать параметры и запустить машину. Каждый день этим занимается Полина Николаева. В голове это одно. Когда начинаешь работать, это совсем по-другому выглядит. Просто-напросто. Потому что то либо станок нагрев идет у него большой, либо не получается у меня собрать пазл из того, что я выдумала в своей голове и принесла на компьютер. Элементы фасадного комнатного декора и фигурная резка. В 2021 году Полина и ее супруг Роман узнали о соцконтракте и решили, что нужно действовать. Разработали бизнес-план, подали документы в комитет соцзащиты и получили господдержку. Купили станок, кассовый аппарат, а также торцовочную пилу. Я и сама решила прикоснуться к этому прикладному искусству. Очень даже просто. Мы нажимаем на кнопку, и идет процесс. Вырезаем букву «К». Самое главное в фигурной резке правильно нарисовать эскиз, а также рассчитать размеры. Наша буква 20 сантиметров в высоту и в ширину. Достаем готовое изделие. Самое сложное, как оказалось, доставать. Элементы фасадного декора покрывают штукатуркой для прочности. Таким деталям не страшны ни мороз, ни дождь. Главное покрывать не вручную, а на специальном аппарате. Они гнутся, как видите, спокойно их можно взять, и они прогнутся. А те, которые ручным покрытием, они просто могут разломиться. От эскиза до готовой продукции супруги делают все сами. Если заказы большие, нанимают рабочих. Принимают заявки со всего края и по России. В основном у нас заказчики это идут либо предприниматели, то есть продуктовые магазины, те же самые какие-то бизнес-центры. Заказывают логотипы, буквы, то есть вывеска наружная у нас также идет. Есть те, которые заказывают себе просто домой. Заключить соцконтракт, как и герои нашего сюжета, могут люди, доход которых ниже прожиточного минимума, а еще попавшие в трудную ситуацию. Обращаться нужно в Центры социальной защиты населения или МФЦ по месту жительства. Напомним, губернатор Владимир Владимиров в своем ежегодном послании к Краевой Думе отметил, в этом году на Ставрополье планируют заключить более 4 тысяч соцконтрактов. На эти цели направили 600 миллионов рублей. А научились фигурные резки Кристина Бородюк и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. А сейчас новость для всех любителей перекусить. В Краевой столице открылась известная сеть ресторанов быстрого питания. На разведку отправились мои коллеги Виктория Шкальная и Алексей Форсиков. Им слово. Вернулось то, что не до конца ушло. В Ставрополе продолжают открываться точки знаменитой сети быстрого питания. Мы с моим коллегой Алексеем Форсиковым, он сейчас за кадром, все проверим. И точка. Мы с Алексеем собрали классический заказ на двоих. Да, желаем продолжить. Гамбургер и чизбургер. Апельсиновый напиток, два штуки. И Леша не захотел пирожок, поэтому один. Итак, нам принесли наш заказ. И первое, что бросается в глаза, это белые стаканчики. Не брендированные. Ну, я думаю, это ничего страшного. И такие же вот упаковки на продуктах. Ну, сейчас попробуем, что это на вкус. Ну, могу сказать, что по вкусу. По вкусу вкусно. Ничего не изменилось. Обычный классический чизбургер. Даже теплый. Вот это вот, кстати, плюс. Чем проще заказ, тем будет понятнее по вкусу. Гамбургер. Все знают. То самое. Ничего не изменилось, правда. И вот, что мы еще отметили с Викторией. Сейчас 10.42, а в заведении почти никого нет. Раньше такого не было. Теперь пробуем вишневый пирожок. Вот так он выглядит, не брендированный. Опять-таки, тот самый пирожок. Так, а что у нас по ценам? А по ценам у нас, друзья, ровно такая же история. Гамбургер, чизбургер, апельсиновый напиток и вишневый пирожок вышел нам на двоих в 331 рубль. Друзья, мы решили еще кое-что проверить насчет кофе. Раньше кофе был прекрасный и удивительный. Там на скассе меня доверили, что кофе не изменился. Сейчас проверим. Скажу честно, друзья, ведь журналисты не врут. Кофе стал несколько так, скажем так, пожиже. Но нормально. Ладно, и так сойдет. А вот главная новинка заведения – детское пюре яблочное. Пока это все из пунктов детского меню. Но по мне так маловато, потому что ради одного пюре идти сюда с ребенком, ну, как-то можно и в магазине купить. Друзья, ну, конечно, вы понимаете, что самое обидное в данный момент – это отсутствие картошки, за которой сюда ходил, наверное, каждый первый. Но нам пообещали, что картошка появится в сентябре. Ну, вот, заказали наггетсы, сырные палочки, чизбургеры, вот еще не попробовали, лишневые пирожки. Ну, вот, видно сразу, что с душой готовили. Мы заказали чикенбургеры. Вроде, какие были, такие и остались. Наггетсы заказали, но мы их еще не попробовали. Я купил по заказу коллег, значит, 4 чизбургера, наггетсы и что-то там еще. В общем, сейчас запакую, чтобы за что-то доработать. Горяченьким. Итог нашей проверки. Прежними остались вкус и качество. Цены существенно тоже не изменились. Однако в ресторанах пока нет некоторых позиций. На сайте, кстати, в наличии указано мороженое, которого нет, блины которых пока тоже нет. А также ждем возвращения легендарных овощных нарезок, морковные и яблочные. Алексей Форсиков, Виктория Шкальная, Ставропольское телевидение. И точка. Теперь осталось проверить, вернутся ли все те очереди в ресторанную сеть. Ведь за время отсутствия многие пристрастились к домашней и здоровой пище. Идем дальше. Теперь об искусстве. Подводные лодки, лошади с голубыми глазами и птицы украсили здание в Ставрополе. Фасадом подарил вторую жизнь уличный художник Дмитрий Кубраков. Как создаются рисунки на стенах. Сюжет Анастасии Толстолуцкой. Искусство граффити может превратить любое место в настоящую картину. Например, это здание библиотеки ожило после руки мастера. Читатель переносится не только в книжные миры, но и чувствует волшебство еще при входе. Библиотека на улице Бурмистрова встречает читателей после ремонта. И первое, что цепляет взгляд, фасад в морском стиле. Идея была отразить то, что это библиотека имени Бурмистрова, капитана. И он был подводником. Дмитрий граффитист в уличное искусство пришел 10 лет назад. Сейчас художник украшает культурные достопримечательности Ставрополя. Вообще с комитетом культуры и библиотеками мы давно работаем. Мы уже оформляли две библиотеки. Одна из них на улице Октябрьская и одна в центре города на Карломарксе. И вот теперь еще библиотека на Бурмистрова. Сначала Дмитрий набросал эскиз на бумаге, а затем перенес идею на стену с помощью баллончиков с краской. Самый сложный элемент – подводная лодка. Наша съемочная группа тоже поучаствовала в ее создании. Граффитист не только переносит человека в другие миры, но и дает стенам вторую жизнь. Так случилось и с созданием цирка. Дрессировщица, лошади с голубыми глазами, птицы. Над этим всем тоже трудился Дмитрий, но только уже в другой технике. Граффитист наносил краску поверх старого рисунка. Окунулся в детство и вспомнил раскраски. Рисунок уже был изначально там, как бы рельеф примерно. Но со временем он уже выцвел немного, некоторые элементы уже стали не видны. И задача была просто восстановить тот рисунок, который был. Идеи художнику подсказывают сами здания. Цирк – это всегда праздник, разноцветные огни прожекторов и животные. Значит, решил Дмитрий, рисунок тоже должен быть ярким. Украшает автор не только городские стены. Граффити – это не только на стенах. В итоге я рисовал уже на бочках, на зданиях, на машинах, на стеколах, на фасадах, на одежде, на людях. На чем только не рисовал. В планах у граффитиста оживить еще не одно здание краевой столицы. Вооружились баллончиками с краской и Анастасия Толстолуцкая, Павел Селиверстов, Ставропольское телевидение. Это все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там интересно. И не забывайте присылать ваши вопросы на наш номер, а также подписывайтесь на страницы своего ТВ в соцсетях. Впереди прогноз погоды с Марией Никитиной. Я передаю ей слово, а с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии была Екатерина Сегида. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на понедельник, 1 августа. Еще один теплый и сухой день в Кабилку. Так начинается последний летний месяц на Ставрополье. В центральных территориях жарче всего будет в Изобильном. Там плюс 34. Ультрафиолетовый индекс высокий и облачно. Облака также поселились и на курортах. В Кисловодске плюс 24. Комфортная температура для прогулок. Тем более, что в этот день на улицах планируют устроить цирковой карнавал. В остальных городах КМВ еще теплее. В Весентуках плюс 28. В Железноводске и Пятигорске плюс 30. В северных и восточных территориях Ставрополья жарко. Столбик термометра поднимется до плюс 34. А в Нефтекумске плюс 35. Облаков не будет видно только в Буденновске. А так день будет немного облачным. На этом у меня все. Увидимся на своем. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...